Продолжаем работать, настраивать прокси-сервер. У нас уже остались заключительные шаги. Я подчеркну, мы настраиваем простенький прокси-сервер для небольших организаций. Его, безусловно, можно развивать и настраивать для крупных организаций, для каких-то целей защиты и организации выхода в интернет каких-то серверов в облаке, как угодно. Но мы с вами делаем минимальный конфиг. Сегодня мы начнем с вами настраивать Squid, опять же, в минимальном конфиге. И затем, может быть, когда-нибудь будет у нас плейлист по более детальной настройке этого прокси-сервера. Мы вообще с вами до сих пор пока идем по таким базовым шагам начинающих администраторов и их основным задачам. Как только разберемся с этими задачами, основными базами, будем уже мудрить. Напомним, мы с вами настроили Firewall, мы с вами настроили простейший форвард DNS, и вот мы добрались до Squid. Squid у нас является таким, наверное, самым частым решением для организации прокси-сервера. Значит, для чего нам нужен прокси-сервер, будет понятно из этого слайда. Раньше мы с вами просто на том, пробрасывали запросы из нашей локальной сети наружу. Мы никак эти запросы не отсматривали, не отслеживали, мы просто весь трафик прокидывали дальше. Сейчас мы с вами весь трафик начнем пропускать через Squid, и это даст нам кучу преимуществ. В частности, мы с вами сможем просматривать этот трафик, фильтровать его, переадресовывать, все, что угодно с ним сделать. То есть, будет уже не слепой проброс, а разумный анализ и такие хитрые маршруты. Значит, картинка у нас похожа на предыдущую, когда мы с вами пробрасывали DNS. Мы в прошлом уроке с вами вместо проброса DNS сделали так, что наш сервер прослушивает DNS-запросы сам и передает их дальше. Тут будем делать то же самое, за тем исключением, что будем прослушивать запросы по порту 3128, а клиенты как обращались к нам по порту 80, так и будут. Подчеркну, мы говорим сейчас только об HTTP-трафике, потому что в последних версиях Squid'а HTTPS настраивается немного сложнее. С этим мы будем разбираться на следующем занятии. Вот она наша многострадальная Ubuntu, разберемся со Squid'ом. Прежде всего, прежде чем что-то начинать, нам нужно понять, какая у нас версия Squid'а. Мы можем для этого запустить его исполняемый файл Squid с ключом "-i". И увидим то, что версия у нас с вами 3.5.12. Тут важный момент. До версии 3.1 синтаксис конфигурационного файла отличался в некоторых моментах. Начиная с версии 3.1, он уже более-менее такой одинаковый. Но есть все равно какие-то расхождения. Я вам после следующего урока брошу статью на Хаббар, на интересную, где настраивал человек с Squid. И там он даже потом в конце описал изменения в каждой подверсии. То есть там 3.5.6 одни изменения, 3.5.7 другие, 3.5.8 третьи, 3.5.9 другие и так далее, и так далее, и так далее. Но мы с нами сейчас самое главное знаем, что версия 3.5 нам этого достаточно. Для начала нам нужно скопировать конфигурационный файл Squid, и на всякий случай сделать его бэкап. Он лежит в папке etc.squid.conf. У меня Ubuntu 16 и Squid 3.5. В предыдущей версии Squid хранили свою конфигурацию в папке etc.squid.3. Сейчас они убрали эту дурацкую цифру 3, наконец. И вот этот файл мы копируем его под именем, скажем, тем же самым Squid.conf.бэкап. Просто, чтобы была копия, если вдруг мы что-то испортим. И теперь нам нужно наш вот этот вот Squid конфигурационный файл отредактировать. Там менять не так уж и много нужно на данном этапе, потому что мы сейчас просто будем базовый функционал организовывать. Итак, что нам нужно сделать? Прежде всего нам нужно определить, какие у нас есть локальные сети. Я поищу сейчас здесь конфигурационный файл, гигантский, тут 2000 строк, по-моему. Буду сразу по этому искать. Указываю вот такой вот слэш и пишу local.net. Мне нужно найти слово local.net в моем конфигурационном файле. Нажимаю Enter. И вижу то, что вот здесь я могу определять local.net. Они закомментированы. Я могу откомментировать строчку. И эта строчка будет у меня означать то, что access control list, ацелька. Что у меня есть локальная сеть local.net. Это local.net, это моя сеть 192.168.00, только у нас с вами маска 24. Про маски мы с вами как-то уже говорили. То есть этой строчкой я определяю то, что под local.net я понимаю вот эту вот сетку, мою локальную сеть. Ниже у меня точно так же ацельками определяется то, что является SSL-портом. То есть SSL-порт, это порт 443. Дальше у меня здесь есть описание того, что сейв-портами я считаю, то есть безопасными портами, следующие порты. 80 для HTTP, 21 для FTP и так далее. То есть вот этот вот набор портов я считаю безопасным. Мы здесь ничего особенно трогать сейчас не будем. Следующее, что я хочу найти, опять я делаю, нажимаю Escape, нажимаю вот такой вот слэш. Я все время путаю, кто из них слэш, кто из них бэкслэш. Простите меня за это. И теперь мне нужно найти строчку, в которой будет описано, кому я разрешаю, куда доступ. HTTP, access. Нажимаю Enter. Это не та строчка. Я нажимаю буквку N. N это искать дальше. И вижу то, что вот у меня есть некий access. Здесь у меня написано то, что есть политика HTTP, access, которая запрещает, восклицательный знак, все кроме безопасных портов. Дальше есть запрещается подключение по всем портам, кроме SSL. Так читается конфиг. Следующая строчка, о которой часто спотыкаются, это доступ, но это доступ исключительно к менеджеру. Есть тут такой у нас кэш-менеджер в Сквиде, через который можно обращаться к прокси-серверу, читать статистику, смотреть кэш, смотреть историю использования памяти. Там много различных вариантов. И вот эта вот строчка говорит о том, что я разрешаю доступ к менеджеру только localhost. Всем остальным я доступ к менеджеру запрещаю. Это опять мы ничего не трогаем, просто с вами рассматриваем. Меня интересует строчка вот эта вот. HTTP access я разрешаю доступ к HTTP нашему, разрешаю моей локальной сети, local.net. Local.net мы с вами определили предыдущим шагом, когда откомментировали 192.168.0.0 с маской 24. То есть сейчас я разрешил из локальной сети доступ. В принципе здесь в конфигурационном файле все хорошо описывается, можно здесь это понять. И последнее, что я буду делать сейчас в конфигурационном файле, это укажу по какому порту ему работать. HTTP порт. Там скорее всего он уже указан. Опять буковка N, буковка N, буковка N. Вот я нашел порт 3128. Но у меня с вами во-первых два сетевых интерфейса. И поэтому мне нужно указать по какому именно сетевому интерфейсу я хочу прослушивать запросы. 192.168.0.10. Моя локальная сетевая карточка. Порт 3128. Опять же, конечно, я уже IP-тейблсом буду отбрасывать лишние пакеты, если захочу. И я это буду делать. Но я все равно здесь укажу конкретно по какой сетевой карточке я хочу прослушивать запросы. И важный момент. По умолчанию вот в таком вот режиме у нас прокси-сервер является непрозрачным. То есть нам нужно будет на всех клиентах в браузерах, если браузеры это поддерживают, указать, что нужно выходить в интернет через прокси-сервер. Я в следующем занятии для HTTPS это буду показывать. Чтобы этого всего не делать, нам нужно сделать наш прокси-сервер прозрачным. Тогда не нужно будет ничего указывать в браузерах. Браузеры будут спокойно обращаться к моему прокси-серверу, и прокси-сервер сам с ними разберется. Для этого мне здесь нужно вписать интерцепт. До версии 3.1 мы здесь писали transparent, прозрачный. Мы можем открыть кучу различных портов для разного доступа. Можем сделать еще один порт для непрозрачного. Можем сделать порт для HTTPS. Мы сейчас базовый функционал для HTTP организовываем. То есть 3 изменения мы сделали, нам этого достаточно. Сохраняем изменения. Перезапускаем службу Squid. Рестарт. Рестартует она довольно тяжело. Мы с вами еще как-нибудь разберемся с тем, почему у нас может система долго грузиться, почему служба долго грузится. Сейчас это у нас выходит за рамки того, чем мы занимаемся. Перезагружаться может он до нескольких минут. Смотрю статус. И вижу то, что все прекрасно. Служба у нас работает. Все в порядке. Теперь нам нужно зайти в наш IPTables. Потому что в IPTables у нас стоит наша конфигурация. Я запущу IPTables.save, чтобы ее посмотреть. Значит, мы с вами вот здесь вот правилом forward из локальной сети. Пробрасывали просто порты наружу. Это разрешенный forwarding, а пробрасывали мы их правилом вот эти маскарады. Я хочу перестать пробрасывать 50-е порты. Для этого я сейчас это правило, как мы делали уже в прошлый раз, просто скопирую и удалю. И теперь я его создам заново. Но без всех портов, которые у меня отвечают за веб-странички. Без 80, без 80-80 и без 443. Вот так вот. Enter. IPTables.save. Проверяю. И вижу, что теперь у меня forwarding разрешен только почтовых портов и FTP. Ну, вот так вот я оставил. Неважно. Главное, что 80 и 80-80 больше у меня не пробрасываются. Могу сразу отправиться на машину Windows и запустить в ней браузер. И вижу то, что у меня браузер работать перестал. При этом не нужно считать, что у меня нету как бы интернета, потому что если я запущу какой-нибудь пинг на сайт я.ру, у меня пинг идет, потому что у меня есть правило в IPTables для ICMP. И у меня есть разрешение DNS-запросов. То есть машины мои выходят в интернет. Просто не работает протокол HTTP и HTTPS сейчас. Поэтому у меня не открываются веб-страницы. Возвращаюсь обратно в Linux. Значит, я сказал то, что мой сквид, мы смотрели это в конфигурационном файле, прослушивает запросы по порту 3128. Поэтому в IPTables мне нужно разрешить из локальной сети. 11.2.168.0.0.24. Протокол TCP-Multiport. Порты. Порт 3128. Действие разрешить. Теперь я могу принимать запросы по порту 3128. Только один мой момент. Клиенты у меня не знают, что им нужно обращаться ко мне по порту 3128. И если говорить об HTTP, то они как стучались ко мне по 80-му порту, так по этому 80-му и продолжают стучаться. А у меня никто сейчас этот 80-й порт не слушает. Поэтому мне нужно сказать точно так же в IPTables. Уже для таблицы NAT. Для цепочки предварительная маршрутизация. Первые наши занятия по IPTables. Если ко мне кто-то стучится из локальной сети 0.0.24. По протоколу TCP. Минус M. Тут уже у нас мультипорт оправданный. Мультипорт. По портам destinationPorts. 80. Ну и бывает еще 80-80 у нас. То мне нужно сделать действие redirect. И пакеты, которые ко мне пытаются попасть по порту 80, перенаправлять их to ports. Перенаправлять их на порт 3128. Вход на порт 3128 я уже вот здесь выше разрешил. Давайте посмотрим наши IPTables, чтобы вам было с чем сверяться, если вы захотите этот конфиг у себя повторить. Вот у нас новое разрешенное на вход правило 3128. И вот у нас превращение портов 80 и 8080 в порт 3128. В принципе этого достаточно. И можно уже сделать сохранение правил IPTables. Но давайте сначала проверим. Пойдем на нашу машину Windows. Важный момент. Сейчас, если мы с вами попробуем попасть на Яндекс, у нас все равно ничего не получится, потому что Яндекс у нас работает через HTTPS. И в этом и сложность в последние несколько лет, потому что все серьезные сайты перешли на HTTPS, и приходится сквит немножко ковырять или делать его непрозрачным. Но все равно еще остались сайты, которые используют HTTP, в частности сайт моего института. И вижу, что спустя какое-то время мой сайт открылся. То, почему он так долго грузится, тоже я вам сейчас сразу так говорить не буду. Нам можно будет с этим разобраться, но, наверное, на следующем уроке, потому что сейчас на это время тратить не хочется. Тут я, насколько помню, проблема в том, что он не может сразу правильно найти IP-шник сайта по имени. И, по-моему, там есть еще какие-то нюансы с использованием IP-версии 6, но мы это оставим на следующий раз. Итак, мы с вами сейчас сделали такую простенькую стартовую настройку сквида. Мы указали локальную сеть, мы указали, по какому порту мы хотим слушать, и мы указали, что хотим принимать запросы из локальной сети. После чего настроили IP-таблс так, чтобы он перехватывал HTTP-запросы, перенаправлял их на наш сквит, а дальше с ними разбирается сквит. Сквит у нас получился не то, чтобы сильно работоспособный сейчас, но старт положен, и за 2-3 занятия мы его откатаем так, чтобы он у нас работал уже в нормальной стабильной обстановке.